Молочка... Ждёт. Я пробую еще, какой классный. До заката еще пару часов и все равно чувствуется, что сегодня уже 22-е равнодействие. Карачун, наша Цвинта, родноверческая. Я смотрю, что тут хрен я выйду. Хотя, хрен я не знаю, выйду не выйду, но попробовать надо. Если он сейчас свернет там к реке, это будет классно. Это будет, друзья, классно. По полю, конечно, мы не пойдем. Хрен бы знать, что там за... Ну, доброе, открываемся. Вот до такого вот места и думал повернуть. Но, оказывается, еще есть дорога. Неизвестно, куда она меня придет. Идем, идем, проверим. Иду по снегу, чтобы не скользить. Более устойчиво. Боню большому снегу, это нормально. Когда имеешь хорошие буты. Буты у них неплохие. Террен охраны без посреднего янца воды подземной. Особо мне положено в степь броненой. Вот тут добывают воду до питья нашему. Ну что ж, я надеюсь, что наша вода, что мы пьем, лепше от этой варшавской. Варшавская вода была, конечно, уже беспечна, но абсолютно не ужиточна и не здрава. Вот это, бог из них. Сейчас никому нельзя верить. Что делать? Пьем то, что иди. В выполнении плана моего путешествия вижу же, одним местом чувствую, что опять я влип. Но, возможно, вот это вот все ведет ограждение к сану, и там не пройдешь. Мне надо было раньше свернуть. Потом возвращаться придется опять по этой дороге. Ну что делать, друзья? Как говорится, на ошибках учимся. Тем более, что нам этого ничего не стоит совершать ошибки, а тем более исправлять их. Бетонная дорога из плыд мелких. Не знаю, кончится ли она куда-нибудь этой дорогой. Было бы, конечно, но очень бы желательно идти до его конца и найти поход до сана. Но, как говорится, не будем особо загадывать. В общем-то, неплохая дорога. Хотя снег тут, несмотря на 4-5 градусов, не очень тает. Ну, а вон-то малютки, как пулемет по середям долбает. Вот та гора, которая видна по сану. Снимем ее. Вот она. Вот тут еще другая. Тут она наша. Сейчас наспокойно. Наспокойно, друзья, пройдем. Наспокойно вернемся к этой горе. А это дорога наша. Ну что ж, идем чуть-чуть в скоренном темпе посмотрим. Мы шли, и вот мы что-то набрели. Есть надежда, но вот вижу, что этот забор водотенговой канализации тут вот кончается. А что там дальше, хрен его знает. Еще можно тут пройти. Посмотрим, что это за осенья. А тут-то я уж точно не был. Это самое интересное. Но это не осенья, это какие-то заклады у лаврова. Ух-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Ух-ху-ху-ху-ху-ху. Ух-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Сейчас дойдем до конца. Посмотрим окрестности. Возможно, вон там наша гора. Сток Нартярский, только там дальше. Сейчас посмотрим, что там за этим зданием. Если есть проход, то пойдем тут. А потом что-то подозрить. Не, ну это тупиковая дорога. Потому что единственное, что по ней можно будет выйти на шоссе. Если что. Если мы тут не прорвемся. А прорваться надо. Ну и что там мы видим. Вот интересно. Будынок. Направимся с ними было. Он интересен. Ну и опять же вводит куда-то в сторону. А там забор. Так что тут куда-то не выйдешь. Ты куда-то не выйдешь, друзья. Пройти это там что? Добрый так и остается. Можно было бы попробовать около этого здания пройти. Но не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю, друзья. Ну надо пройти посмотреть, что это такое. Пройти посмотреть. А, это типа роверово, да? На четверто. Ну вот, видите, друзья, видите. Добрый вечер, дорогой. Усп своих калька. Поехали вы. До встречиpectай. Что-то шумит, шумит вода. Вот тут здание. Старое здание австрийское, не парадного типа, но не важно, технического развлечения. Может тут какая плотина, естественно. Вот та гора. А вот она, видите, вот сток в Артярске, то есть лыжный спуск. А вот тут он идет, спускаются лыжники. Вот там засанят. Вроде так все близко, значит, и шум этого самого канала или что-то наверняка это все-таки. Ну и так придется. Да, но тут мы не пройдем. Может там надо было пройти. Вот там. Мы посмотрим. Ну вот такой видах, друзья. Вот там-то спуск на Артярске остался тут. Это шумитские холмы, ну то бишь можно поведеть без чады. Вот там вот. Вот эти небольшими горами. Ну почитаем, что за информацию нам это дают. Фундушевые, ну и так далее. Проект трассы Раверовой, Польцевсходний, воеводство подкарпатских, Эпшиз, воеводство и так далее. Вот вот трассы Раверово. Вот если что мы выйдем тут, если нам не удастся перейти. Ну вот. Особым неупомощенным считаем броненый. Да, как видите, ни хрена нам не удастся. Не удастся нам пройти. А вон там есть сан, извиняюсь, что вернутся. Опять же нет. Говораем, что мы... Ну а то мне что даст. Уже та улица Пастера. Ну что тут такого есть. Как же тут нарешится каждый поворот. Опять нужно дойти до того конца и опять там определиться. Вот. Терен Шетюберства. Вода Сёнга. Темп сброненый. Это конечно важно, что он сброненный, но где-то обок пройти бы не мешало. Друзья, сейчас посмотрим на эту гору вблизи. По этому полю не пройдешь. Там вон заборы. На. Короче, вытечка выглядит очень даже нефортной. Придется идти вслед за этим. Пачкаем, вспеем, сон туда, к оседлю. Может. Или все-таки вернуться сейчас. Ну так сказать, проблема. Или вернуться. И там еще попробовать один проход, который я видел около этого большого здания. Или же здесь идти по оседлю и туда, к дороге. Что мне не очень хотелось идти вдоль трассы. Это страшная нудяга. Как я помню, шел туда, в октябре, в поддернику. С форта Бруннера и до форта Бруннера. Вот. Естественно, вот это и есть выход. Эта дорога в этапе оседля. И хрен его знает, куда она доведет. Если бы знать на 100%, что я там дойду до форта Вернерча, как ему кажется, форт Вернерча, то было бы неплохо. Но я просто не был готов идти к форту Вернерча. Я не знаю, был готов, но по другой трассе. Сейчас, короче, посмотрим. Вот. Пегара довольно-таки высокая. Она тут не очень выше этой. И выше даже той пшемыски, на которой мы живем. Она 352 метра. Если не больше, максимум. А эта побольше гора. Понад 400 метров, если до 500. И триллионы lots. Поэтому всту�ity, если добавь. Эта побольше не стоит. Но наши наиболее ссылки на 100% несколько слоев. Но начали, если бы с неимаюсь, и то же, кой-то не было бы не было. И все было бы завязанно, что мы с вами все сделаем. Этаlehка наша дороге просветка... Да и зашептит. И я также что у нас ехал, и я обезвели.